Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Прогнанная машина была задержана сотрудниками ГАИ на улице Карла Маркса в Житковичах. Подозреваемый никогда не имел водительского удостоверения, кроме того, находился в нетрезвом виде. Всего через несколько часов у жителя деревни Стреньки Рогачевского района исчезло стоявшее у дома авто. По поступившей оперативной информации, похуже автомобиль видели возле агрогородка Заболатье. Иномарку обнаружили и началась погоня. В ходе преследования угонщики не справились с управлением и загнали авто в Канаву. Из салона выскочили две девушки и два молодых парня. Водителя и его друга задержали на месте. По подозрению в совершении угона задержан неработающий житель Рогачевского района 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело. За выходные в регионе произошло три ДТП, которые стали следствием того, что водители не справились с управлением. В результате все они, а также их пассажиры попали в больницу. В Октябрьском районе в субботу примерно в 7 вечера 20-летний водитель, управляя автомобилем «Инфинити» и двигаясь по автодороге Октябрьской Копцевичи, на закруглении неправильно выбрал скорость, из-за чего выехал на обочину и совершил наезд на дерево. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение Октябрьской райбольницы. На следующий день в Гомельском районе 22-летний водитель недалеко от деревни Прибор также на закруглении дороги превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. От удара автомобиль загорелся, авто потушили, а травмированного водителя с признаками алкогольного опьянения увезла скорая помощь. Медики госпитализировали также 16-летнего пассажира, получившего многочисленные телесные повреждения. В Рогачевском районе в этот же день около 4 часов вечера 29-летний водитель, тоже вероятно нетрезвый, на автодороге Рогачев-Тихиничьи-Озераны съехал в левую по ходу движения обочину, где дальнейший путь ему преградило дерево. Водитель с травмами доставлен в районную больницу. В Гомеле водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту. В субботу поздним вечером 30-летний водитель Ауди на перекрестке с улицы Зайцево автодороги Гомель-Хутор при повороте не налево не пропустил мотоцикл и совершил столкновение. Водитель, управляя автомобилем Ауди-80, при осуществлении поворота налево не предоставил преимущества и совершил столкновение с мотоциклом Кавасаки, который двигался во встречном направлении прямолинейно. В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажир 1998 года рождения получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи водитель мотоцикла был отпущен домой, а пассажирка госпитализирована. Гомельчане в эти выходные стали свидетелями еще одного ДТП, на этот раз со спорткаром. Примечательно, что совершено оно было без водителя. События, запечатленные прохожими, происходили возле центрального рынка. Машина самопроизвольно поехала, врезалась в дерево и загорелась. Внутри салона было пусто, однако спорткар двинулся с места. Никто не пострадал. Проводится проверка. Вероятная причина инцидента – замыкание электропроводки и запуск стартера автомобиля. Спасателям в эти выходные приходилось тушить не только машины, но и дома. К сожалению, здесь не обошлось без жертв. Около полуночи по телефону 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Боровое Лельчицкого района. По прибытию на место вызова в 10 метрах от горящего дома работники МЧС обнаружили хозяина дома без признаков жизни. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Продолжение следует...